Всем привет! Это видео посвящено паразитологии Паразитологии, да, потому что В наш институт зоологии Академии наук Украины В Киеве обращаются люди за разными вопросами Касательно животных А также их паразитов Иногда они находят на себе Что-то, что их беспокоит Что их беспокоит, они обращаются Пытаются принести даже пробы И приходится рассматривать Нечто похожее на клещей Не находить их, объяснять Но сегодняшнее видео не о клещах О клещах будет отдельно Сегодняшнее видео посвященное рыбке Уже осень, скоро зима Морозец уже начался В некоторых северных местах И я Обнаружил с неудивлением Что в видео Посвященное рыбке Свежей Разных северных мест Которые добывают, ловят в больших реках Едят Строганину В этой еще стране Которые едят строганину Ее называют еще чушь Да, поэтому Это видео можно сказать О гельминтозах И о чуши Из рыбы Чушь это, так сказать Это строганина такая Оказывается Ну и так оно и есть Строганина Это настоящая чушь Для Человека Я бы не сказал Для чушек Ну В чем же вопрос Неужели такая вкусная строганина Строганина Строганная рыба На морозе Сырая Ну, наверное Вкусный человек Вообще Это, так сказать Дерево такое Произошедшее Тупое Которое ест Все подряд И даже Каннибализм Наблюдается Это же дерево А вот Рыбку Рыбку Голодную Вкусняшку Белую Красную рыбку Выловить Заморозить И съесть строганинку И, конечно, еще Рассказать, что Это кто-то туда Это запустил Этих вредителей Как изучали Научные сотрудники Ученые Еще с прошлого века Даже еще С 17 века Я сейчас Цитирую их Как раз Что такое явление Как паразитоза Известная у человека Очень давно И в тех местах В которых едят Эту рыбку Строганина Поэтому я воспользовался Учебниками Книжечками Чтобы рассказать вам Не упуская деталей О паразитах Которые живут В строганине В этой чуше Как говорится В этой чуше Кушайте на здоровье И получите Вкусненького Паразита Какого же из них В книге Паразитологии Инвазивные болезни Сельскохозяйственных Животных Человека В книге Отто Николаевича Давыдова Познай своего Паразита Оказывается Животных Ждет много Разных болезней Вызываемых Гельминтами Червями Попросту говоря Глистами Попросту говоря Вот самые такие Распространенные Самые важные Вот в тех местах Где едят строганину Две такие болезни Называемые Описторхоз И Дефиллобатриоз Что же это за такое Что же это за Описторхоз Потому что Это Название Паразиты Описторхис Филинеус Писторхис Филинеус Как раз Болезнь для Рыбачков Обитателей Мест Прилегающих Речечкам Где ловится Рыба Потому что Это такие Паразиты Черви Линцц Так называемые Трематоды Сосальщики Сосальщики Когда изучаешь В университете Паразитологию Помнишь Что Многих Паразитов Связывает Личинковая Стадия С разными Промежуточными Хозяями Такими Как Улитки Например Моллюски Например И чтобы Развиться Нужно Менять Хозяина Личиночка Меняет Хозяина Потом попадает В основного Хозяина В промежуточного Хозяина Проходит Сложный Цикл Развития Так называемый Вот Например Аписторхоз Что же Это такое Трематода Понимаешь И где Они живут Вот Пожалуйста Промежуточный Хозяин Аписторхоз Платоядных Вызывается Трематодой По латыни Аписторхус Филинеус Семейства Аписторхиды Паразитирующие В желчных Протоках В печени В желчном Пузыре В протоках Поджелудочной Железы Трематода Размером До 13 Миллиметров И шириной Около 4 Миллиметров Такие Противненькие А промежуточный Хозяин Пресноводный Моллюск Бетиния Личи А дополнительные В которых Развивается Сам Взрослая Стадия Многие Виды Карповых Рыб Это Плотва Линь Ясь Карп Лещ Вобла Сазан Чебак И множество Других Множество Других Какой же Цикл Развития Тут сложные Такие названия Потерпите Послушайте Интересно Выделившиеся Во внешнюю Среду Яйца Трематоды Содержат Так называемую Личинку Мироцидии С проглоченным Яйца Мироцидии Выходят В кишечник Промежуточного Хозяина В моллюска Проникает В кишечную Полость Превращаются В спороцисту Ну так сказать Новую Стадию Развития Через месяц Спороцисты Образуются Рейдии С новой Стадии Развития Начинают Развиваться Церкарии Рейдию Покидают Церкарии Будущие Еще неинвазионными И в пищеварительной Железе Моллюска Они дозревают До инвазионной Стадии А вот через Два месяца Уже Моллюска Выходит Церкарии В организм Моллюской Плавают А затем Выходит Из организма Моллюской Плавают Около Дна Водоема И вот тут Как раз Инвазионные Церкарии Нападают На дополнительных Хозяев Это Кто Это как раз Пресноводные Вот эти рыбки Плотва Олинь Ясь Карп Лещ Вобла Сазан Щебак Всех Пресноводных Рыб Не перечислить Проникают Через их Кожные Покровы Куда В мышечную И соединительную Ткань Не только В кишочке В мышечную Соединительную Ткань И инцистируются Превращаются В цистую Которая Неподвижная И превращаются В мета Церкарии Проникшие В мышцы Рыб Мета Церкарии Достигают Инвазионной Стадии Через 6 Недель Полтора Месяца И локализуются В поверхностных И глубоких Спинных Мышцах Рыбы В межреберной Мускулатуре В жабрах Плавниках Стенки Кишечника И в икре Которую Любят Любят Рыбачки Свеженькую Или слабо Солененькую А вот Дефинитивные Хозяева Основные Заражаются При поедании Сырой Мороженой И плохо Просоленной Вяленой Рыбы Которая Инвазирована Мета Церкариями Личиночками Так на Определенной Стадии Такой Сложной Которую Изучили Ученые Микроскоп Каждую Стадию Развития Когда Меняются Форму Меняются Морфологию Эта Личиночка Развивается Называется Мета Церкарий Ёханый Бабай Мета Церкарий И в толком Кишечнике Окончательного Хозяина Которым Является Платоядное Животное Человек В том Числе Личинка Освобождается От цисты Проникает В желчные Ходы Печени Через Желчный Проток И здесь Паразиты Задерживаются И растут И через Три-четыре Недели Достигают Половой Зрелости И таким образом Цикл Развития Паразита Сосальщика Описторф Из Филинеус От яйца До половозрелой Стадии Проходит За четыре Четыре с половиной Месяца Где же Они распространены Скажите Не у нас Не у нас У вас У вас У вас В бассейнах Рек От бассейна Оби До западной Европы До западной Европы И основной Источник Инвазии Человек Зараженный Апистор А также Источник Это водоемы В которых Инвазируют Которые Которые Тоже Своими Вот этими Яйцами Этих Листов Инвазируют Кто Кошки И собаки Основной Биотоп Обитания Пойменные Водоемы Вот Бассейны От Аби До западной Европы Вот Дром Указывается Более точно Например И же есть И в Украине У нас тоже Поднепру Сумской Черниговской Полтавской Области Интенсивным Очагом является Сумская Область В Рыбочке Тоже живут Так что Будьте Осторожны И заражение Аписторхиса Происходит При употреблении Малосольной И вяленой Рыбы Собственного Происхождения А также Рыбного Фаршика Из Пресноводных Рыб Поэтому Нужно Выявить Этого Сосальщика Важно Только При Очень аккуратном Исследовании Мышц Если вы Кишочки Выкинули А мышцы Остались Беленькие Вкусненькие Кушайте На здоровье На севере Кушайте Аписторхиса Получите Человек Аписторхисом Заражает При поедании Сырой Недостаточно Проваренной И прожаренной Рыбой Способ Употребления В виде Строганины Промороженной Мелко нарезанной Сырой Рыбы Широко Распространенной В Сибири Тоже Приводит Может Привести Может Не привести Под водочку Под коньячок Уменьшить С 90% До 80% Вероятность Заражения Однако Холодное Копчение Вяленя Слабый Посол Рыбы Не убивают Как пишут Ученые Исследователи Личинок Аписторхисов И рекомендуется Горячее Копчение При температуре 70-80 Радусов В течении Двух С половиной Часов И жарить рыбку Нужно Разрезанной На небольшие куски И варить уху Не меньше 20 минут А солить Крепким посолом Не менее 7 дней А весной И осенью До 13 суток Солить Рыбку Вот такой Аписторхис А паразитируя Какой же Патогенез Патогенез Паразитируя В желчных протоках Аписторхисы Вот эти Сосальщики Всего лишь Длиной 13 мм Чуть больше Ноготка Вызывают Механическое Раздражение Слизистых Оболочек Желчных Протоков Усиливается Токсическое Воздействие Паразитов Это ведет К интенсивной Продолжительной Инвазии Хроническому Воспалению Желчных Ходов Вызывают Циротические Изменения В печени Кушайте Сырую Рыбку Циррозик Заработаете Продукты Обмена Веществ Паразитов Осложняют Патологический Процесс В печени И в других Органах В результате Антигенного Действия Также В Базилизм Вызывается И у Домашних Животных Которых Кормят Этой Рыбкой Сырой Например У песцов У разных Других Животных Которых Могут Собачек Кошек Которых Кормить Вызывая Сырой Рыбкой Это вызывает Понижение Аппетита Унятенное Состояние Расстройство Пищеварительного Тракта Даже Меняется А температура Тела Сохраняется Животные Ощущают Болезненность В области Печени Нервозными Становятся А вот Диагноз Становится При Клиническом И эпидезологическом Исследовании Гельмин Только Про Логических Исследованиях Вот так А вы Кушайте Сырую Рыбку И плохо Копченую И плохо Вяленую И режете Страганинку Заработайте Аписторхис Чтобы не усложнять Вторая часть Про Дефилобатриоз Будет Готово Немедленно Сразу После этого Вторая часть Дефилобатриоз Про Лентец Есть еще Такой Длинненький Лентец Десять Около Видов Длиной От полутора метров До десяти метров Но это будет В следующем видео Так что подписывайтесь На канал Если вам интересно Кто может быть В рыбке В страганине Второй части Будет Про Дефилобатриум Филинеуса Точнее говоря Дефилобатриум Как Дефилобатриум Лятума Пардон Не филинеуса Аписторхиса Филинеуса Дефилобатриума Лятума Подписывайся На канал Ставь лайк Пиши комментарий Заходи на страницу В патреон И Ешь сырую рыбку Если хочешь заболеть Гельминтами Страганину Конкурсу В конкурсе участвуй Фаршик сырой ешь Заработаешь Обязательно Апистор Кресов Червяков Или Дефилобатриума Тоже червяков Но об этом Во второй части Подписывайся на канал И заходи на страницу В патреон Пока-пока